Как справляться с появившимся недоверием к людям? Ситуация реально очень серьезная. Она вообще связана с тотальной ситуацией недоверия. Если вы посмотрите Trust Index, такой есть международный индекс, который определяет степень нашего доверия друг к другу и степень нашего доверия к средствам массовой информации, включая средства интернета. Я вам должен сказать, что удивительно абсолютно стабильный индекс доверия. Trust Index. Но за счет чего? Он за счет Сингапура, Китая, стран Индии и так далее. Там, наоборот, растет уровень доверия к средствам массовой информации друг к другу у людей. Но мы с вами, и США, и страны Европы, особенно из них Великобритания и Россия здесь большие герои, у нас с вами падает доверие друг к другу и падает доверие к информации. Почему это происходит? Это происходит потому, что доверие – самая важная вещь для того, чтобы вы чувствовали себя в состоянии безопасности. Потому что, когда вы доверяете, вы же доверяешь врачу, и тебе спокойно. Он пришел – тебе уж хорошо, правда? А если вы врачу не доверяете, он пришел, и вам только хуже стало. Поэтому доверие – это такая ключевая конструкция, которая цементирует общество, помогает нам лучше коллаболироваться и так далее. Что произошло? На фоне пандемии люди друг от друга отдалились, уменьшилось количество реальных фактических контактов. Если от вас кто-то отдаляется, то вы, соответственно, теряете с ним такую психологическую связь. Даже общаться по Zoom, общаться по FaceTime, WhatsApp и так далее – это не хорошо. Но, с другой стороны, как я говорил, не хватает обнимашек, не хватает физического контакта. Мы же все-таки испытываем потребность в том, чтобы как-то чувствовать людей рядом. И когда нас создали эту социальную дистанцию, когда нам с работы погнали на удаленку и так далее, мы стали разделяться. И чувство доверия, инстинктивное, которое в нас начинает возникать, когда вы рядом с человеком… Вот были проведены исследования интересные. Это про другое я сейчас расскажу, но я к этому вернусь. Исследование было проведено. Значит, вы знакомитесь с человеком и оцениваете его симпатичность. А потом вы с ним продолжаете дальше функционировать и оцениваете его симпатичность дальше. И симпатичность людей, которых вы знаете, увеличивается для вас. Потому что вы привыкаете, у вас создаются нейронные сети, которые воспринимают этого человека как знакомого, родного, близкого. Ну, или даже, может, не очень близкого, но уже он, как бы сказать, все уже с такой привычной, хорошенькой, вот все. Вот, поэтому, да, живите долго друг с другом. И почувствуете, какая есть любовь у вас. Вот, да, но это была шутка. Я возвращаюсь к тому, что возникла социальная дистанция, возникла удаленка, нет вот этого постоянного контакта, и у нас возникает снижение доверия. И как только мы начинаем меньше доверять, тот человек, который появляется, усиливает недоверие. Вот, то же самое касается и средств массовой информации, то же самое касается интернета. Ну, во-первых, много фейк-ньюс. Фейк-ньюс, это нью-реалити. Ну, вот, и не только Трамп так говорит, я тоже. Вот, я с Трампом не согласен, но по этой части, да. Вот, одно сплошное фейк-ньюс. Чего только несут, это страшное дело. Вот, почему? Потому что падение авторитетов, и особенно это стало очевидно в процессе пандемии. Потому что что такое, вот, что такое вот вообще хорошая власть, да? Это хорошая власть, это при которой я себя ощущаю, что у меня все безопасно, защищенно и определенно, да? Почему любили все Леонида Ильича? Я вам рассказываю, любили Леонида Ильича. Брежнев был такой, вот. Что с ним было все вот прямо стабильно, понятно, вышел, так, подчмокал, рассказал, под социалистические страны. Вот, и все довольные. Вот, да. А когда возникает ситуация, при которой действия власти непонятны, я перестаю ей доверять, да? Вот, и это власть любая. Это власть газеты, символические, ну, эти жур, ну, как-то, СМИ, вот, сайты все. Вот, и они начинают то одно говорят, то другое, то пятое, то десятое. Почему это случилось? Потому что никто не знал, как реагировать на этот коронавирус. Когда появился, значит, этот Фергюсон, кто там посчитал? Забыл фамилию? Англичанин. Насчитал, что все умрут. Вот. Ну, математическая модель, так ему выдало. Математические модели, а не дело такое. Вот. Да, все впали в ужас, и, соответственно, все государства начали предпринимать беспрецедентные меры. Не вполне адекватные, потому что, как мы знаем, опыт стран, где не вводился карантин, вот, у них могли другие проблемы возникнуть. Я сейчас в Беларуси имею в виду. Вот. Но сам по себе карантин, так сказать, как мы понимаем, оказался не панацеей, да. Вот. Поэтому сначала ввели все, потому что все этого испугались. Вот. Потом у государства не знает, что делать, откатились, да. Вот вы представьте, вы маленький ребенок, а у вас родителька, то вот, то у него то одно, то другое, то он в припадке бьется, то он жесткий, то он хохочет. Вы как с ним будете взаимодействовать? Вам какая доверие к нему будет? К родителям вашим? Я боюсь, что вы как-то засомневаетесь, так сказать, к нему. И так произошло. Вот и власть во всем, во всем. Трамп сказал, какого вируса нету. Понимаете, потом у них в Нью-Йорке рефрижераторы стоят с трупами. Неловкость. Вот. Давай откатывать. Ну, как потом с этим человеком разговаривать, да. Он же заявил одно. А почему он заявил? А потом не знал, да. Мы вошли в ситуацию, вот это вот реальная, фактическая неопределенность. Вот. И начинают даже люди, на которых мы должны полагаться, испытывать чувство ответственности, там и так далее. Они ошибаются. Но ошибались. Вот. Ну, где-то больше, где-то меньше. В целом, это сохранило какое-то количество жизней. Ну, вот. Не сверхъестественное. Тоже нужно понимать, да. В Москве ежедневно умирает 350 человек. Ну, в принципе, умирает. Мы, к сожалению, так сказать. Вот. От ковида умирает там 25. Ну, конечно, много. Вот. Но в общей массе, понимаете, ну, не этот, как вы, не все померли. Я могу так говорить, я чуть не помер от гриппа. Понимаете? А здесь, когда другие говорят, вы их говорите. О, вот он не может так говорить. Он, тут уж кто-то помрет. Ну, вот. Ну, вот. Врачи же, как раз уже, все все равно ходим. В какой-то момент будет кирдык. Ну, вот. Поэтому вы как-то включите голову. Мне однажды кто-то в этом, в Инстаграме спросил. А зачем нужно критическое мышление? Вот. Вот критическое мышление нужно, что вот когда вот такая неопределенность, вы можете оценить. Вы можете посмотреть на фактические риски, на фактические эти. Вот. И это же не значит, что надо на стройке ходить без каски. Понимаете? Ну, кирпичи, настройки падают, но не всегда, понимаете, и так далее. Но ходите в каски. Понимаете? Ну, как бы, может быть, статистически получится, что это ваша голова хочет притянуть к себе кирпич. Ну, вот. Но вы-то, как бы, в каске, да? Вот. И будет только маленькое сотрясение. Вот. Вот. Но я вам не про это рассказывал. Я рассказывал про утрату доверия. Значит, мы перестали доверять друг другу, потому что мы просто физически дистанцировались. И этого достаточно для того, чтобы мы начали подозревать других. И не доверять им. И власть, которая в широком смысле начинает организация объединенных наций, ВОЗа, там, и прочих советов, и прочих, и прочих правительств конкретных, и так далее. Вот. Она тоже не знала, как реагировать. Реагировала, как есть. Вот. У кучи людей возникло с этим большое количество неприятностей. Вот. В результате тоже теряется доверие. Вот. И мы с вами находимся в конструкции, при которой инстинктивно мы чувствуем себя неспокойно из-за того, что не можем доверить. Что нам с этим делать? Это я вам задаю вопрос. Он не риторический, он серьезный. Ну вот. Зачем? Что делать, когда у вас нету доверия? Вы должны задуматься, зачем вам доверие? Что вам дает чувство доверия? Чувство доверия, когда вы можете не думать. Что такое доверие? Да? Вот вы доверяете эксперту. Я вам сейчас привожу результаты научного исследования. Значит. Людей кладут в коробку. Этот называется магнитно-резонансный томограф. Они туда заезжают. И дальше им говорят. Вы сейчас будете делать покупки на бирже. И у вас будет время от времени появляться эксперт, который будет вам говорить, считает он эту покупку хорошей или плохой. Ну, игра такая. И вот вы лежите, и у вас появляется экран перед вами, и вам говорят, там, столько-то за столько-то акций. И эксперт говорит, считаю, нужно покупать. Или говорит, считаю, не нужно покупать. А в какой-то момент раз мнение эксперта недоступно. Что получается? Префронтальная кора, то есть та, которая отвечает вообще просто за большую осмысленную интеллектуальную деятельность, не включается в момент, когда есть заступно мнение эксперта. То есть я вижу, что эксперт говорит, да, бери. И я говорю, хорошо. А он говорит, не бери. Я говорю, хорошо. А тут недоступно. Бабам! Я должен думать. Вот что такое доверие. Доверие – это когда я могу переложить ответственность на другого человека за то, что он примет решение, которое меня устроит. Лавливайте. Вот что. Как бороться со ска, когда стало вот это нарастать недоверие? Включить префронтальную кору. Вы удивитесь? Просто чем больше вы сами будете складывать дважды два, дважды два четыре, там через восемь, потом шестнадцать и так далее. То есть вы не будете ждать, что кто-то вам подскажет, как правильно действовать. А вы просто рассудите, если вы на стройке, а мы сейчас все на стройке, да, наденьте каску, то есть наденьте маску. Значит, и это разумно. Все, больше ничего. Вы сами подумали, включили мозги, префронтальную кору. Доверие нужно в том случае, когда мы не хотим брать ответственность за то, что происходит на себя. Ну, радикально. Вот. Я-то как раз за доверие, чтобы оно вырастало, там, и так далее. Но с учетом того, что вы меня спрашиваете, что делать, когда недоверие, я вам говорю, просто больше аналитики, больше критического мышления, больше сопоставления фактов. Вообще, что такое мышление, да? Это не когда вы что-то послушали и мнение высказали. Забудьте мнение. Мнение нам, у нас мозги глупые, у всех. Мы, они из приматов делали, мы обезьяны. Вот посмотрите на обезьян, как они умницы, умницы большие. И они, на самом деле, очень умные. До трех лет, чтобы вы понимали, обезьяна, шимпанзе обгоняет ребенка по уровню интеллектуальности. До трех лет, вы можете себе представить? Вот, он уже ходит, говорит, там, обезьяна умнее, его же, трехлетняя. Потом, правда, язык начинает, все. И дальше мы все переозначиваем в голове, начинается интеллектуальная действия. Так вот, мышление, это не то, что вы отношение свое выразили к чему-то, а когда вы факты сопоставили. Вот, и чем больше вы сейчас будете проводить такой аналитической работы, никогда эмоции так вас перехватывают, и вы говорите, «Вау, так, вот, или сяк, вот, ой, боже, боже, вот это все». А когда вы так сложили одно, другое, пятое, десятое, посмотрели, понимаете, и как-то вы сразу, вам и не надо доверия. Зачем вам доверие, если у вас мозги есть? Вот как, в чем, вот, вы сидите в магнитном томографе, вам говорят, покупать, не покупать? А вы посмотрели, изучили, поняли, и знаете, покупать. А эксперт дурак. Бывает? Ну, эксперты обычно лучше, чем не эксперты.